Населенный пункт Сальма, форпост террористов в Латакии, горная столица Анусры, у этой точки на карте немало громких названий. Освобождение населенного пункта в нескольких километрах от границы с Турцией, вторая по-настоящему крупная победа правительственных войск Сирии после начала операции в стране российских ВКС. Напомню, первое громкое военное достижение последних месяцев, безусловно, это прорыв блокады аэропорта Кверис в провинции Латакия. Итак, в чем же победа, почему Сальму брали так долго? Бои за этот город начались еще в 2012-м, тогда боевики взяли его под контроль и обеспечили себе коридор из Турции для того, чтобы туда протаскивать и живую силу, продукты питания, боеприпасы. Основной поток снабжения проходил именно через Сальму и затем распределялся по укрепрайонам более мелкого масштаба. За три с лишним года радикалы превратили Сальму в своего рода военную столицу Анусры на этом Латакском фронте. Поддержкой с воздуха во время этой наступательной операции Россия решила сразу две стратегические задачи. Помогла правительственным войскам вернуть контроль над горной частью сирийско-турецкой границы, чтобы хоть как-то перекрыть поток радикально настроенных рекрутов, активно пополняющих ряды Анусры и ИГИЛ и прибывающих в страну как раз через территорию враждебно настроенного соседа. Это первое. Второе. Ликвидация боевиков с российским прошлым. Именно здесь, в Латакии, с самого начала сирийского кризиса воевали выходцы из Северного Кавказа. То, что главари радикалов определили для иностранных соратников именно этот фронт, ничего удивительного. Опыт ведения боевых действий на таком ландшафте, вот вы видите, у них колоссальный. После первой и второй чеченских войн, естественно. Сравните эти два пейзажа. Вот Аргунское ущелье, а это Латакия. Боевики и чкирийцы, адепты и Марата Кавказ здесь фактически как дома. Естественно, в латакских горах террористам были оборудованы мощные подземные бункеры. Уничтожить эту инфраструктуру российским ИКС помогли бомбы Бетап-500, которые на несколько метров вглубь пробивают даже горную породу. Эффект от российских ударов изначально был рассчитан на перспективу. Многие ждали результатов и резких перемен на линии фронта сразу же после старта операции, тогда как в приоритете для ВКС были военные цели в тылу противника, то есть как раз укрепрайоны и пути снабжения. После того, как вокруг Сальмы они были уничтожены, наземная зачистка города стала возможной. Сирийская армия при штурме населенного пункта применила уже ставшую для нее традиционной тактику и стратегию, а именно принцип вбивания клина в территории подконтролируемой боевиками. В Сальму заходили с трех направлений. Вот вы видите это на карте, которая за моей спиной. Вклиниваясь в позиции террористов и закрепившись на передовых рубежах, сирийские военные шаг за шагом расширяли зону своего контроля, вытесняя противника на всех направлениях в небольшие локальные котлы. И таким образом разбивая силы радикалов на отдельные группы, блокировала их. При этом штурм Сальмы для правительственных войск не самоцель. Мы уже говорили о стратегической задаче по закрытию каналов сообщения с Турцией и возвращении границы в провинции Латакии под полный контроль правительства. Параллельно сирийская армия занимает высоты в горах. Здесь внизу уже на равнине находится провинция Идлиб. Естественно, на высоты потянут артиллерию, и террористы, находясь в поле зрения сирийских корректировщиков, теперь не смогут комфортно перемещаться по этой равнине. Конечно, часть бандформирований по-прежнему остается в отдельно взятых горных районах. Но после потери Сальмы у них вряд ли получится организовать опорный пункт, равносильный по мощности. Продолжение следует...